«Торговые переговоры между Канадой, Мексикой и США завершились новым соглашением, которое заменило нафта. Обновить условия североамериканской зоны свободной торговли потребовал Дональд Трамп, чтобы сократить торговый дефицит США». Как считают аналитики, Канада стала одним из победителей нового соглашения. Она открыла свой рынок молочной продукции, лишь немного, сохранив протекционистскую систему. Рынок открыли на 4%. А только в американском штате Висконсин производят столько молока, сколько потребляет вся Канада. «Для американских молочных производителей это небольшая победа. Это не добавит им много прибыли». Некоторые аналитики считают, что в некоторых аспектах новая версия нафта не сильно отличается от предыдущей. «Приобретения и потери незначительные. В некоторых аспектах соглашения обновили лишь немного». Тем временем потери грозят американским производителям и покупателям автомобилей. Согласно новому соглашению, теперь больше автозапчастей будут покупать в США и Канаде вместо Азии. А учитывая действующие пошлины на стали и алюминий, стоимость производства может возрасти. Ещё один потенциально проигравший – Китай. Соглашение запрещает трем торговым партнёрам заключать договоры о свободной торговле со странами с нерыночными экономиками. «Китай также обнаружит, что после заключения этого соглашения фокус сместится на двусторонние торговые договоры, а также на увеличение на фоне этого тарифов и торговой напряжённости». Нафта заключили ещё в 1994 году. Его заменило соглашение, которое назвали договором между США, Канадой и Мексикой или USMCA.